Радислав, добрый день. Здравствуйте. Начнем вот с такого вопроса. Директор одной компании как-то в одном интервью сказал, что для него 10 тысяч долларов в месяц абсолютно хватает для полного финансового счастья. Какую сумму вы для себя видите некую финансовую планку для личного счастья? Мне для счастья нужно гораздо меньше, но необходимо гораздо больше. Некоторые думают, что доступ к бесконечным финансовым ресурсам это доступ к бесконечному счастью. Однако если человек не умеет распоряжаться большими деньгами, большими ресурсами, он может стать несчастным от этого. Это так же сложно, как например получить бесконечный ресурс времени. Представляете? Вечность. Не представляю. А вот фауст каково? Вот вся жизнь перед тобой, делай что хочешь. И многие люди перед лицом вечности или бесконечного времени оказываются абсолютно неспособными распорядиться. Выдались два дня выходных. Что делать? И человек мучается. Что делать? Как распорядиться? Так и деньги. Имея профицит ресурсов, вы должны распорядиться, принять решение. Именно поэтому поставив в верхнюю планку, мы как бы освобождаем себя от лишнего груза. Мне десятки достаточно, я на нее выхожу легко и на большее не лезу. Потому что нужно думать личные финансы, инвестировать, вкладывать куда-то, сохранить. Нет. Вот и окей. Это очень важный навык. Уметь устанавливать верхнюю планку. Но если на тебе есть определенная ответственность, определенная стая своя, ну как семья например, или моя компания, они должны опуститься ниже планки, потому что если я в доходах опущусь ниже планки, опустится и моя команда. Поскольку я несу ответственность за них однажды принятую на себя, я ниже этой планки не опускаюсь, и мне комфортно, мне нормально. Ну я нарисовал, что 2 миллиона долларов в год, наверное, это та цифра, которая позволит мне, больше которой мне не нужно, мне хватит, но меньше которой зарабатывать не хотелось бы. Анатолий Франц сказал, не бывает счастливых дней, бывают счастливые минуты. Острое переживание чего-то, это во-первых. Во-вторых, само по себе удовлетворение потребностей ничего не дает ощущения счастья. Перспектива, вот что дает ощущение счастья. Когда рождается ребенок, мы счастливы не от того, что он родился, а от того, что он нас ждет впереди. Вы на тренинге в своем проводите аудит жизни. Что вы вкладываете в это понятие, и можете ли вы вкратце провести аудит своей собственной жизни? Коротко. Я это делаю время от времени, аудит своей жизни. Есть несколько ключевых параметров, которые должны соответствовать определенным нормам, не опускаться ниже. Здесь наряду с деньгами есть здоровье, есть отношение, ну, не знаю, любовь, да, отношение, есть друзья, есть хобби и есть работа. Не то чтобы количество, а качество не должно опускаться. В бизнесе есть такая система баланса scorecard. Мы выделяем ключевые показатели бизнеса, измеряем их, соотносим между собой, выводим некую формулу, и мы понимаем, что в бизнесе нужно корректировать. Пока вы не сделали аудит, а вы не знаете, что корректировать в бизнесе. Пока вы не посчитали ключевые параметры, вы не можете их контролировать, ими управлять. Точно так же в жизни. Ощущение гармонии связано с балансом системы, а не с выдающимися достижениями в отдельных областях. Если человек сделал открытие, а его жена считает, что занимается ерундой, да, и у них напряженные отношения, то тогда, конечно, ощущение гармонии у него не достигается. Вы говорили, что у многих людей нет хобби, и у них не хватает на это время. А некоторые люди свои хобби делают своей работой. И иногда на этой работе проводят по 10-12 часов в сутки. Правильно ли это, нужно ли проводить на любимой работе столько времени? Любить работу – это правильно, это хорошо и это круто. А умереть на работе – это неправильно и не круто. Умереть на любимой работе – неправильно и не круто, потому что плюс на минус дает минус. Я уже проходил этот урок, и не хочу его повторить. Когда происходит выгорание, когда ничто не радует, и когда сил мало, эффективность снижается, ты продолжаешь работать много, а эффективность, но успеваешь мало. Вы учите бизнесменов некому новому стилю управления не командовать, а мотивировать и вдохновлять. Но зачастую на ваши тренинги ходят такие зубры прям настоящие. Это люди, которым уже 50-60 лет, которые уже закостенелы в своем видении бизнеса и видении жизни. Трудно ли с ними работать и формируете ли вы новый тип бизнесмена, может быть, новый тип мышления для бизнеса? Если человек приходит на тренинг добровольно и на тренинге сопротивляется изменениям, я понимаю, что это игра. Что это игра в сопротивление. На самом деле, если он пришел, он уже заявил, что готов меняться. Тем более, что если он остается на тренинге. Поэтому у человека работает защитный механизм по отношению к изменениям. Мощный. Он сформирован в структурах бессознательного, и когда человеку предлагают изменения, у него вполне естественно, он ожидает от этого чего-то недоброго. Но это сопротивление лидеры умеют преодолевать. Они, тем не менее, делают шаги, двигаются дальше и дальше. И человек, который сопротивляется на тренинге, может оказаться как раз тем человеком, который наиболее успешным образом применит все новое, что нужно. Я не претендую, конечно, на новый стиль лидерства или на новую модель управления, нового бизнесмена. Это должна быть некая, во-первых, системная модель. Такой системной модели нет, но я за то, чтобы эффективность того, чем мы занимаемся, была выше при снижении издержек. Мы должны меньшими усилиями достигать больших результатов. В вашем резюме сказано, что вы создали 16 компаний. И 9 из них сейчас до сих пор успешно функционируют. А как вы успеваете все равно ими управлять? 9 компаний. Я большой поборник делегирования. Я не управляю, ни в одной компании меня нет в составе, в оперативном управлении. Я предпочитаю очень грамотно подбирать оперативных управляющих, которые берут на себя задачу управления. Это не всегда удается, бывают иногда и ошибки. Но в большинстве случаев оперативный управляющий имеет долевое участие в обществе, которое мы учреждаем. То есть сам директор заинтересован в результатах этой деятельности. Он получает не опцион, не премию, а получает дивиденды. Он получает возвратность на вложенный капитал. Готовы инвестировать в сумасшедшие идеи? Так и было. Я инвестировал в сумасшедшие идеи. Хотя лично в моем опыте более предсказуемые результаты у идей, довольно стандартных и предсказуемых. Нужно учиться инвестировать. Это может быть даже еще сложнее, чем управлять бизнесом. Радислав, спасибо большое за интервью. Это был бизнес-тренер Радислав Гондопас. Специально для Malina.am